Девушки отдыхают Понял ты, старый *** Хочу поздравить всех с новым потом! Драй-драй или позор! Ты находишься на шоу «Деньги или позор» Шоу, которое проверит уровень твоей самоиронии Шоу, которое покажет, умеешь ли ты смеяться над собой Шоу, которое обменяет наши деньги на твой позор Подпиши документы, в которых ты отказываешься от претензий в наш адрес И мы начнем! Зря! Ой, зря! Встречайте! Ведущий шоу «Деньги или позор» Дядя Витя Громче, 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 громче! Громче, пристаньте! Пристаньте! Моё почтение! Меня зовут Дядя Витя, ведущий программы «Деньги или позор» на канале ТНТ-4 Сегодня у меня в гостях Роман Юнусов! Аплодисменты! В юношестве Роман Юнусов не мог доказать одноклассникам, что он не девственник Потому что, когда они зашли в комнату, он уже доел тот пирог Рейтинг Романа Юнусова на «Кинопоиске» 4-1 Это единственный случай, когда длина члена и рейтинг совпадают! В Википедии написано, что Роман закончил Московскую сельскохозяйственную академию Видимо, по специальности «Овощ», правильно? Для выступления в «Камеди-клаб» Роман со своим напарником Алексеем взяли себе псевдоним «Сестры Зайцевы» После чего их месячные наконец-то синхронизировались! Аплодисменты Роману! Петер в гостях легенда «Камеди-клаба» Вау! Как громко сказано! Это правда, я искренне говорю! «От «Сестры Зайцев» был самым смешным по версии всех моих сидевших друзей! Поэтому я... Только вопрос! Да? Почему ты сидишь кверх ногами? Я не могу смотреть на твою жопу так долго! Или это лицо? Я пока не привык! Это лицо! Но если нужно показать тебе жопу, я с удовольствием это сделаю! Нет, нет, не нужно! Если такое лицо, представляй, какая там жопа! Да такая же с бородой, дядя Вить! Хорошо, тогда пускай будет личиком, пускай будет оно, миленькое мое! Итак, когда мы готовились к выпуску, мы внимательно изучили информацию о тебе в интернете! На официальном сайте «Сестры Зайцевы» наткнулись на такую запись, посмотрите! Перенос концертов в городе Алматы! Дорогие друзья, концерт в Чехане номер один! Не отменяется, он переносится! А именно ждите нас 21 марта 2015 года! Это последняя запись! Ну, согласен, наш сайт давно не обновлялся! Ну, запустили мы, запустили! Все некогда, некогда! Да? Ну что, я думал, куда ты делся, подумал, что ты помер! Все это время организовываем концерт в Чехане, в Алматы! Да? Какой длинный концерт там идет, да? Вопрос можно к тебе? Конечно, дадим! У нас там давно ничего не обновлялось! В принципе, про концерты твои я вообще мало что слышал! Ты вообще живой? Конечно! Привет! Дайте палку! Я так проверяю кошек у обочины! Они так же не шевелятся! Не, ну вот, смотри, я шевелюсь же нормально! Зашевелился! Да, живой! Прекрасно! Просто, честно сказать, если б ты помер, на твои похороны пришло бы много людей, чтобы поглазеть на Харламова! Давайте! А Харламова пришел? Сто процентов пришел! Пожрать он любит бесплатно! Итак, канал ТНТ-4 дает тебе один миллион рублей! После этого я шучу разные дурацкие шутки! Смешные, пошлые, навсегда гидеальные! Если что-то тебе не нравится, просто нажимай на кнопку! Сразу же мы снимаем часть денег! Но, как бы, не прекращаем дурацкие шутки! Угу. Вам не видно? Но в этом помещении довольно жарко! Сред софитов, огромный храм, мое пульсирующее либидо! Все это сильно нагревает помещение! Поэтому, чтобы сильно зрители не начинали потеть, мы обрабатываем их пересъемкой средством противобильного потоотделения Dry Dry! После чего в студии царит атмосфера благоухания и отсутствует пот полностью! Dry Dry или Позор? Купи себе! Поможешь! Не переключайся, я расскажу тебе, что означает татуировка твоей девушки на интимном месте! Хочу поздравить всех с новым потом! Dry Dry или Позор? Как настроение? Замечательно, прекрасно! Прекрасно! Раз тобой познакомиться, Дядь Вить! Первый раз тебя вижу, прям очень приятно! Прекрасно! Я вижу тебя второй раз, но, честно сказать, не рад до сих пор! Ладно, Ром! Дело в том, что мы искали про тебя информацию в интернете! Ну где же еще? И оказалось, что ты популярен до сих пор! Про тебя очень много статей! Потом мы поняли, что человек, который трахает деревья в Химкинском лесу, это не ты! И статей стало чуть меньше! Но все равно посмотрим, что о тебе пишут в интернете! Давайте посмотрим! Есть, как звезда Юнусов попал на обложку популярного глянца? Такое было? Фотография российского знаменитости Юнусова со своим ребенком набрала поле от 3-5 лайков! Фак! Ух ты! Шаман Юнусов собрал олимпийский под завязку! Терестненько! Неправда! Шаман! Это про тебя? Это, наверное, про Тимати, скорее всего! Ну ясен, про тебя, что ли! А тебя в интернете пишут совсем другое! Предлагаю именно про это и поговорить! Рубрика «Роман или Тимур!» О-о-о! Е-е-е! Цена сказа 150 тысяч рублей! Если вдруг понимаешь, что мы перегибаем палку, нажимай на кнопку! Хорошо! Деньги улетают, так же, как твои волосы однажды! Объясни тебе правила! На экране будут появляться заголовки из интернета, А ты должен сказать, какое имя в них пропущено! Твое или Тимати! Хорошо? Да! Юнусов выгнали из Москвы, потому что он подрывает авторитет города! Ну, это... Поэтому, видимо, я! Ну, давай проверим! Сенсация! Выброс рекордного количества метана в центре Москвы был вызван походом Романа Юнусова в столовую завода ЗИЛ! Да! Видимо, это тоже про тебя! Аплодисменты он угадал! Едем дальше! Следующее! Прямо позавчера? Позавчера, да! Популярного шоумена Юнусова не пустили в ресторан, потому что дресс-код запрещает заходить к ним с вываленным яичком! На самом деле, здесь, может быть, и про Тимати! Да! А может быть, и про тебя! Но вот тут как раз вот именно про меня! Ну, давайте проверим! Перформанс Романа Юнусова был замечен не сразу! А охранник все-таки понял, что на станах Романа был не изюм! Аплодисменты! Молодец! На самом деле, все эти статьи придумали мы! Честно сказать, о тебе мало пишут в интернете! Хочу решить проблему с упоминанием о тебе в СМИ! Угу! Прессе нужны скандалы, а Дядя Витя — скандал-мейкер! Если вы не знали, то покажите! У меня есть свой продюсерский центр! Мои артисты известны! Майкл Джексон, значит, Сталин! Ну и всякие другие ребята! Итак, начнем тебя раскручивать! Просто отвечай на мои вопросы, а я раздуй из них сенсацию! С кем из трех артисток? У тебя был секс на съемке фильма «Остров везения»! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ни с кем не получилось, Дядя Витя! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Куда тракнул черепаху? Это важно, это важно, Дядя Витя! А у тебя, кстати, было что-то с черепахой? М-м-м, ну что-то было! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Там же панцирь, там голова прячется обратно, очень удобно, берешь панцирь, и все! Можно черепаху мне заказать, одну вот, которую он описывает? Две! Отлично! А че, ну, попробовать с близняшками! Ну да, кстати! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Итак, скажи, мылся ли ты хоть раз с Лихницким Лехой в бане? Да! Роман Юнусов всё-таки моется! Вопрос следующий. Видел ли ты, как кто-то в Камеди Клаб употребляет наркотики? Ну ты что? Нет, конечно. Прекрасно, сенсация! Роман Юнусов слепой! Завтра ты уже проснёшься звездой. И сегодня вышла программа с Юнусовым, которую сразу же не закрыли. Ром, скоро на экраны выходит фильм в своём участии. Да. Называется он Зомбоящик. Совершенно верно. Одни серьёзные люди попросили показать отрывок из этого фильма в моём шоу. Давай посмотрим. Давай посмотрим! Внимание на экран! Красный или синий? Красный или синий? Красный? Точно? Да. Фильм события. Не взорвалась. Значит, синий. Беспрецедентный случай в российском кино. Главные звёзды ТНТ в одном проекте. Да ладно, врёшь ты всё. Высокоинтеллектуальный юмор. Там я спокну вас. Самые современные спецэффекты. Иностранные звёзды. Товарищ, вверх зайдёт она. Санта-Клаус. Лимонад. Накачанный Сталин. Любовь. Слёзы. Разлука. Свингеры. Во всех кинотеатрах. С 25 января. Всё. Есть. Санта-Клаус. Ящик. Я отрекламирую то, что надо тебе. Верпеть, рекламирую то, что нужно мне. Если нет, то сейчас снимаем 200 тысяч, но я думаю, что что тут нет. Тут всё нормально. Итак, вот текст. Давай. Прочитай с бумажки выразительно в камеру, как ты умеешь. Всем привет. Меня зовут Роман Юносов. Актёр, юморист, ведущий. Я, как и любой другой человек, сталкиваюсь с бытовыми трудностями. Часто после похода в туалет остаются гордые непотопляемые линкоры. Или, как я их называю, плавунцы. Такая проблема знакома каждому. Но теперь ей пришёл конец. Ведь я предлагаю вам на выбор новый уникальный набор грузов. Стоп-плавун. Стоп-плавун. Принимайте по одному грузу во время еды, и ваши корабли навсегда залягут на дно. Прекрасно. Я знаю, что у тебя огромный опыт ведения мероприятий. Есть такое дело, да. Также ты вёл замечательные передачи. Сейчас я их расскажу. Разрушительный пословец, ноги прокурора, подмосковные вечера, музыкальный водопад, велюровая викторина. Последние два я придумал. Во всем насрать. Все думают, что я первые три придумал. Готов ли ты провести за меня моё шоу? Здесь и сейчас. Ну, давай попробуем. Рубрика «Новый ведущий». Так, надо 300 тысяч рублей. В принципе, всё будет очень просто. Давай поменяемся местами? Давай. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет. Меня зовут Роман Юнусов. Это шоу «Деньги или позор?» Да! Да! И сегодня у меня в гостях замечательный человек, уникальный человек, гений, творец и живое божество. Его величество, дядя Витя! Поприятен! Давайте не будем затягивать и сразу начнём нашу первую рубрику. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Дядя Витя. Да? Цена отказа 300 тысяч рублей. Я поиграю. Поиграть. Отлично, аплодисменты. Дядя Витя, вы готовы поговорить о вашем сексуальном опыте? Несомненно. Замечательно. Итак. Перечислите самые громкие победы на сексуальном фронте. О, у меня было много женщин. Если бы их всех посадили на Титаник, он бы утонул ещё в порту. Я перечислил лишь самых ярких из тех, кто у меня был. Кэти Перри, Шакира. Вы в курсе, кто это? Азиатка с обложки до ширака. Помните? Вы её выкидывали, а я её трахал постоянно. Я хочу в этот список добавить тебя, Ром. Потому что только что я поймал тебя на 330. Хочу поздравить всех с новым потом. Драй-драй или позор. Скажи, пожалуйста, кто ты по гороскопу? Дева. Как ты узнал, что это Дева? Однажды подошёл голым зеркалом, да? Нет, родился 9 сентября. А, это по датам, да, ты определил? Угу. Понятно. То есть веришь в эту х**? Хорошо. Ладно. Подошли к самому интересному и самому сладкому. Ты актёр и снимаешься в кино. Да. Как ты думаешь, что тебя объединяет с Брюс Уиллисом, Джейсом Стэдхэмом и Вином Дифелем? Это всё коленки с глазами. На самом деле нет. Ничего не объединяет. Они актёры, а ты юнусов. Итак. Я предлагаю поиграть в рубрику, которая поймёт истинно твоё призвание. Называется «Кто ты?». Цена сказок 350 тысяч рублей. Сейчас поймём, чем бы ты мог заниматься в жизни, если бы не стал актёром. Угу. Я задаю вопрос, а ты просто отвечаешь. Давай. Скажи, где ты родился? В Москве. Хорошо. А где ты вырос? В Тулыской области, город Кимовск. Ага. Ну, к провинции, значит. Хорошо. А приехал в Москву когда? Ну да. Поступил сразу или нет? Не сразу. А, приехал и не поступил? Не, не поступил. Работал шофёром, верно? Да. Значит, работал на трассе. Ну и последний вопрос. Есть ли у тебя фотографии, где ты голый, и все видят твою киску? Киску? На самом деле, посмотрите. Да, это правда. Вот ты голый, вон твоя киска. Кстати, удивительно, смотри. Белой изолентой закрыл полностью письюн. Да там не четыре, там два. Ну что ж, у нас просто есть девушка с похожей судьбой, как у тебя. Пожалуйста, заходите. Надежда Викторовна. Здравствуйте, Надежда Викторовна. Друзья зовут её Вагеннадия. Итак. Вагеннаденька, я бы даже сказал, да? Смотри. Она жила в провинции, не поступила, потом работала на трассе. И у неё тоже есть киска. Вообще, у вас, в принципе, много общего. Больше, чем то, что я перечислил. Скажи, мысль ли ты с мужиками в бане? Угу. А ты? Да. Ты когда-нибудь держал мужской член в руках? Ты с ума сошёл? Ну, хорошо. Пол члена. Только свой. Хорошо, значит, держал. А ты? Ну, было дело. У вас очень похожая жизнь, но почему-то ты известный актёр и популярный парень, а она нет. Ну, ты можешь... Помоги ей. Хорошо. Дай ей уроки актёрского мастерства. Мы сейчас тебе покажем кусок из видео. Ага. Которое сделало тебя популярным. Покажите. А ты просто повтори для неё. Да, был такой. Смотрите, я там ещё волосатый, смотрите. Да. Прическа сползла так. Ну, видимо, там ты выступаешь ни жопой кверху. Скажи, пожалуйста. Повтори для неё, чтобы она понимала примерно, как добиваться... Всё очень просто. Смотри. Ещё раз. Смотри, просто вытаскиваешь язык. Ага. И очень быстро, так туда-сюда, туда-сюда. Не, ну потому что... Смотри. Я что? До этого делала всё то же самое, только неправильно. Короче, я завязываюсь своим бизнесом и ухожу в актёрский. Ну давай тебе аплодируем, человек спас жизнь. Спасибо тебе. Прощай. Чё б ты заметил, я вот так вот, когда я делал, по привычке вот так держал руку сейчас. А, это микрофон. Да. Ну как микрофон? Понятно. Ну действительно микрофон. Если б ты имел в виду свою писюльку, ты б держал вот так, да? Слушайте, отлично, только что произошло чудо. Метод Юнусова работает, он только что изменил на ваших глазах одну человеческую жизнь. Тебе не везёт в жизни, карьере и финансах? Устал от недооценённости? Боишься ничего не добиться в жизни? Выход есть. Метод Юнусова. Решение всех твоих проблем. Давно не повышали зарплату? Метод Юнусова. Закончились аргументы в споре с гаишником? Метод Юнусова. Вы наклеиваете шмарку на конверт? Метод Юнусова. Решили устроить другу мальчишник, но денег всего 500 рублей? Метод Вагенадий. Ты новенький в МВ и хочешь стать своим в коллективе? Метод Юнусова. Спрашивайте у всех Юнусовых страны. Метод Юнусова. Давайте поаплодируем Роману за то, что он первый человек в Камеде Клах. Который начал... По-моему, ты первый, кто стал там материться. Или это был Галыгин? Мы вместе одновременно. То есть вы таких два пошлечка? Ну, он в основном употреблял... Сука, по-моему. Так? А я... Все подряд. Употреблял... Очень хорошо. Мы поматеримся немножко, ладно? Да. Че ты зеваешь? Тебе что, скучно от матов? А, нас скучилось. Скажи, еще мы тебя выконим из зала. Горче! Ты так сказала, как будто сказала х** Романа Енусова, маленький. Хорошо, скажи, Писер. Ну, не, ну мы так договорились же, надо х**ить. Ну, да. Охрана! Покажите ей! На самом деле передача подходит к концу. Но надо сказать, что ты был действительно классным. Давайте поаплодируем. Спасибо. Мы просто хотим кое-что у тебя спросить. Занимался ли ты хоть раз благотворительностью? Да, конечно. Это хорошо. Для этого на самом деле не нужно быть богатым. Достаточно быть честным и щедрым. Понимаете, о чем я? Вы занимались? Да. Благотворительностью? Да. Это не когда, когда после бара бесплатно даешь парню. Я про другое. Хотим, чтобы ты пожертвовал свой выигрыш в благотворительный фонд. Давайте, конечно. Готов ли ты это сделать? Да. Давайте поаплодируем. Давайте посмотрим на экране, что это за благотворительный фонд. Футбол в парке, подтягивания, езда в метро. Простые вещи, которые могут позволить себе не все. Синдром блуждающего пениса. Пенисом мобили. Редкое заболевание, при котором пенис хаотично перемещается по организму. Пенисом мобили. Это тяжелый трус на плечах мужчины. Иногда и не только на плечах. Пенисом мобили. Когда секс – это поиск. Пенисом мобили. Когда из рукава торчат не только руки. Пенисом мобили. Это что, хвост? Фонд помощи людям, страдающим синдромом блуждающего пениса. Переведи деньги, и вместе мы сможем удержать его на месте. Готов ли ты помочь этим людям? Если да, то нажми на кнопку, и мы спишем эти деньги с твоего счета, отдадим им. Давайте поаплодируем. Это прекрасно. Все деньги достаются Роману Юнусову. Как единственному человеку, болеющему этим синдромом. Как иначе объяснить, что ты, как член, мотаешься по всем проектам и не можешь найти себе места? Приглашаем тебя поучаствовать на новом телеканале, который мы открыли специально для тебя. Канал ТНТ-4.1. Программа, в принципе, закончилась. По ее итогу, Ром, ты заработал 700 тысяч рублей. Спасибо большое. Что купишь на эти деньги? Слушай, ну, может быть, гульнем как-нибудь, сядем, пробухаем их, а, с тобой, дядя Ви? Просто пропьем. Конечно. Любопытное предложение, это. Караоке там, туда-сюда. Будут ли проститутки? Ну, туда-сюда я уже отзвучил. Что? Туда-сюда я уже озвучил. А, ты их так называешь? Ты их не понимаешь, что это? Туда-сюда, это потому что они заходят, говорят, твою мать, Рома, и уходят. Ладно, аплодисменты. Пробухаем, конечно. Спасибо. Молодец. Ладно, это было шоу. Это было шоу «Деньги или позор» на канале ТНТ-4. Мы увидимся через неделю. Пока. Удачи вам. Пока. У «Деньги или позор» очень понравилось. Я думаю, что я смогу подсидеть скоро дяде Витю просто и отправить его на пенсию. Ничем я не смог дядя Витя задеть даже за размером члена вообще. Что это такое 4-1? Это нормально. У дяди Витя самого такой же член. Да и что там такой же, маленький. Поэтому он и шутит все про эти размеры. Несмотря на то, что дядя Витя и шутил жестко, и пытался меня как-то подковырнуть, как-то задеть, у него-то ничего не получилось. Мое мнение никак не изменилось. Дядя Витя как и был старым, так он и мастал.